Живопись и графика, скульптура и декоративная композиция. Более трех сотен детских художественных работ прибыли в Заречные из разных уголков страны. Все это лучшие произведения, выполненные участниками муниципальных этапов фестиваля изобразительного творчества Art Atom City, посвященного 60-летию Атомного ледокольного флота России. Такие конкурсы в течение марта состоялись в 18 городах-участниках проекта школы Росатома. Теперь жюри должно определить, кто из авторов приедет в Заречный, чтобы принять участие в финале масштабного творческого форума. В городах присутствия Росатома всегда был очень высокий уровень художественного образования. Начальные ступени, то есть это художественные школы или классы какие-то в детских школах искусств. Очень сильные всегда ученики, очень педагоги всегда такой заряженной энергией, профессионализмом. И, естественно, мы ждали прекрасных работ. Юные художники эти ожидания целиком оправдали. Особенно интересно, как ребята справились с предложенной им непростой темой. Атомный ледокольный флот России, история и современность. В этом и заключается вся соль, вся сложность. Тут нужно... Всех поставили в одинаковые условия, сделали одинаковую тему, и каждый интерпретирует ее о своем понимании. Там надо родиться, чтобы это все передать или как минимум съездить туда. Поэтому довольно сложная тема. Но все равно ребята как-то... Дети, детское восприятие сработало. И мы видели и животных, которые там обитают, и природу. Поэтому справились ребята в целом хорошо. Арктические льды, могучие ледоколы, мужественные полярники. Чтобы передать атмосферу сурового севера, ребята использовали самые разные, порой необычные материалы. Например, куски пенопласта, потолочную плитку, осколки стекла и компакт-дисков. Произвели впечатление и разнообразие техник, и мастерство школьников в воплощении своих идей. Очень неожиданные какие-то сюжетные ходы, композиционные ходы, стабильно высокий уровень работы в техниках, в живописных, в графических. Но я получаю большое наслаждение от того, что я явилась зрителем этих работ. Некоторые работы удивили сильно, как в номинациях «Графика», так и в станковых композициях. Довольно встречается профессиональный, даже я бы сказал, подход. В общем, здорово, что и конкурсы такие проходят, и дети развиваются. Соревновательный дух – это очень хорошо. Присутствуя в таких мероприятиях, ты пытаешься прыгнуть не только выше своей головы, но и выше твоего оппонента, твоих оппонентов. И тем самым прыгаешь выше головы и прогрессируешь. После завершения работы жюри назовет имена 40 юных художников, которые в мае приедут в Заречный на очный финальный этап фестиваля изобразительного искусства «Арт Атом Сити» в рамках проекта «Школа Росатома». Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».